Приветствую видео, немного не по тематике канала. Хочу провести обзор телефона Samsung Galaxy G2 с 5-дюймовым SuperMolet дисплеем. Вот в такой коробочке он поставляется. Приступаем к распаковке. Посмотрим содержимое. Подбежаем. Этот экземпляр в таком золотистом цвете. Вынимаем сам телефон. Также поставляется краткое руководство пользователя. Где дан внешний вид устройства, установка SIM или USIM карты, установка флешки, описание клавиш. И также сзади еще один немаловажный параметр. Коэффициент поглощения электромагнитной энергии SAR. Значение SAR для головы 0,513 Вт на килограмм. Значение SAR при ношении на теле 1,2 Вт на килограмм. Так что уколы головы лучше все-таки долго не держать. Далее гарантийный талон. USB кабель. Он же кабель. Используемый для зарядки. Подключается к вот такому адаптеру. И происходит зарядка. Перейдем к самому аппарату. Приятный внешний вид у данного устройства. Физическая кнопка включения сбоку. С другой стороны две физические кнопки регулировки громкости. Главная центральная кнопка по центру тоже физическая. Сенсорная кнопка назад и сенсорная кнопка недавно использованное приложение. Камера 8 мегапикселей и вспышка. И фронтальная камера 5 мегапикселей. И также есть фронтальная вспышка у него. Разъем для подключения USB и микрофон мы видим с этой стороны. С этой стороны разъем для подключения наушников. Гарнитуры. Которые также работают в качестве антенны, когда используется радио. С этой модели возможно снять аккумулятор. Он съемный. Что делает это очень удобным. Если он потеряет емкость, можно его заменить. Аккуратненько снимаем крышечку. Предстает перед нами батарея. Емкостью 2600 мАч. Батарея вот так вот снимается. Как мы видим контакты, которые конечно лучше не замыкать. В этом аппарате можно использовать две сим-карты. И также здесь есть слот под флеш-карту. Сначала конечно здесь может показаться, что одного слота не хватает. Но ставится здесь все в следующем порядке. В этот разъем ставится сим-карта стандартной микросим. В этот разъем также можно поставить сим-карту стандартной микросим. И выше ставится флеш-карта microSD. Сейчас покажу как это делается. Сим-карта вставляется вот так вот срезом вперед в левую сторону. В этот или этот слот. Покажу на примере вот этого слота. Вот так вот задвигается. Флеш-карта microSD вставляется выше над сим-картой. Вот так вот стрелочка вперед, как показано на флеш-карте. Так вот задвигается вперед. И вторая сим-карта, если есть, вставляется в этот же слот в таком же направлении. Вынимается в обратном порядке. Можно вставить вот в этот слот. Ну что ж, теперь приступим к включению устройства без сим-карты и без флешки. Включаем наше устройство вот этой вот кнопочкой. Засветился яркий 5-юймовый Super AMOLED дисплей. 1,5 ГБ оперативной памяти у этого устройства. 16 ГБ встроенной памяти. И максимальный размер флеш-карты, который поддерживается в microSD, 256 ГБ. Чипсет Qualcomm Snapdragon 425. Конечно, на этом аппарате есть Bluetooth, что очень удобно. Позволяет обмениваться данными с другими телефонами, компьютерами. Очень удобно, когда на телефоне есть Bluetooth. Все, загрузился этот смартфон. Конечно, дата и время здесь сбита. Проводим разблокировку экрана. Просто вот так проведением. Как мы видим здесь, стандартное меню. Основное меню выходит вот так вот с махиванием экрана. Как мы видим, весь стандартный набор приложений. Facebook, Samsung, Google, Play Market. Календарик, такой вот красивый. Калькулятор в вертикальном режиме стандартный. Если повернуть, появляется вот такой расширенный набор функций. Всякие синусы, косинусы, логарифмы, экспоненты. Переключается на второй набор функций, где есть, например, факториал. Вот, например, введем число 10. Факториал должен быть 3 628 800. Зайдем в настройки. Посмотрим здесь сведения о телефоне. Сведения о ПО. Видим версию Android 7.1.1. Версию прошивки, версию ядра. Номер сборки. Все здесь можно прочитать. Номер модели. Сведения об аккумуляторе. Можно настроить экран блокировки. То экран был заблокирован, можно было разблокировать, просто проведя пальцем. Можно настроить, что нет блокировки. Сразу включается экран. Можно настроить блокировку рисунком, блокировку пин-кодом или паролем. Например, если настроить ее рисунком, нужно задавать произвольный рисунок по этим 9 точкам. Вот так, например, рисунок сохранен. Жмем продолжить. Далее нужно повторить этот рисунок во избежание ошибок. Жмем подтвердить. Теперь, если мы выключим это устройство, включим. Далее потребуется вводить этот рисунок. Теперь разблокировка происходит вот так. Можно задать блокировку паролем. Перед тем, как менять тип блокировки, нужно ввести предыдущий рисунок. На сейчас я эту блокировку просто сниму. Провести по экрану нет защиты. Посмотрим еще выходящее меню сверху. Вот так вот выводится. Как видим, здесь есть Bluetooth. Авиарежим, фонарик. Вот такой вот. Включение-отключение Wi-Fi. Регулировка яркости дисплея. Вот так вот. Дисплей, конечно, очень сочный и яркий. На видео, конечно, это может быть незаметно. Сейчас вружу сюда какую-нибудь красивую, сочную фирменную фотографию с таблетками посмотрим. Как сочно она выглядит на этом дисплее. Яркие таблеточки. Ну, теперь ее удаляем, так как это уникальное лицензированное изображение. Фигурные ножки от нашего столика. Включим камеру, попробуем ее сейчас где-нибудь. Есть настройки камеры. Можно выбирать размер изображения. Пропорции 4 к 3, 16 к 9, 1 к 1 квадрат. Разрешение. Размер видео видим. Full HD. Таймер можно поставить. Можно включить-отключить сетку. Можно добавить плавающую кнопку камеры. Если мы включим ее, выглядит это вот так. Помимо основной кнопки камеры, вот этой, есть вот такая плавающая кнопка камеры, которую можно переносить по экрану. И, соответственно, так вот делать снимок. В некоторых случаях может быть очень удобно. Попробуем сейчас эту камеру на макарончиках. Включили камеру. Проводим вот так фокусировку, просто пальцем по экрану. И делаем фотографию. Переходим в галерею. Вот она, эта фотография. На маленьком экране, конечно, выглядит весьма качественно. Но при увеличении. Сейчас я ее выведу на экран, и вы сами оцените качество. Фотография с камерой этого телефона. Так что вот такое вот качество дает камера этого смартфона. Я, конечно, больше предпочитаю вот такую вот камеру. Тут и светочувствительный сенсор побольше. И объективчик не такой крохотный, как в камере мобильного телефона. Можно хотя бы рукой похватить. Так что сейчас для сравнения выведу подобный снимок, сделанный этой камерой. А вот фотографии, сделанные в те же условиях, на ту камеру большую, что я показал. Это был 6D, и самый простой вариант объектива 70-200. Можем посмотреть, какая здесь детализация, и как все хорошо видно на этих макаронах в нюзнышках. И вот какая детализация даваемой крохотной камерой телефона. Так что я думаю, это частое утверждение, что качество съемки современных мобильных телефонов очень высоко и приближается к качеству съемки, даваемое профессиональными камерами, все-таки не верно. Можно, конечно, открыть сделанное фото по встроенному редакторе. Вот сюда вот нажать. И здесь всякие программные фильтры. Осень, крем, насыщенность, лес, классические обесцвечивания, уют, память, клен, цветение, бриз вечно зеленый. Такие вот программные фильтры. Все это, конечно, рядом с фотошопом и тонкой настройкой изображения даже близко не стояло. Можно все это сбросить. Есть на этом телефоне фильтр синего цвета. Он приглушает цвета на экране. Если долго в телефон смотрите, можно применять его при чтении, например, коньяк на телефоне. Очень удобно. Ну, конечно, лучше поменьше смотреть в телефон и хоть раз смотреть по сторонам. Можно на нем настроить возможность создания скриншота путем проведения ладони по экрану. Заходим в настройки, в дополнительные функции. И вот здесь включаем снимок экрана ладонью. Теперь он включен. Если мы вот так вот ребром ладони проведем по экрану, создается скриншот. Теперь заходим в галерею. Вот на этой фотографии. Красивый корпус сзади у этого аппарата. Чтобы он не попортился, можно упаковать его в такой хорошенький чехлик. Ну что ж, на этом я обзор этого дивного аппарата заканчиваю. Продолжение следует...